Девочка-пай Когда мы говорим о человеческом существе, то можно сказать, что мы состоим из четырех компонентов – тело, разум, дух и эмоции. Сюда можно включить также интуицию. Мы также знаем, что у каждой из этих частей есть свои потребности для поддержания ее в нормальном и здоровом состоянии. Например, физическая часть человеческого существа испытывает необходимость в полноценном питании, отдыхе, физической нагрузке, воздухе, солнце, общении с другими – это лишь малая часть из того, что можно перечислить. Нашей умственной части необходимы сложные задачи и стимулирование. Она использует визуализацию и воображение. И качество мысли, чтобы наша умственная часть сохранила свою силу и здоровье, должно быть позитивным. А для установления связи с нашей умственной частью нужно медитировать. У духовной части человеческого существа тоже есть свои потребности, такие как связь с высшим существом или с Богом, со Вселенной, как бы вы ни называли эту чудесную высшую силу. Или служить другим, протягивать им руку помощи, ощущать свою связь со всем существующим на нашей планете, быть способными любить и черпать вдохновение в искусстве, музыке и природе. Один из возможных способов восстановления связи с духовной частью человеческого существа лежит через молитву. У эмоциональной части человеческого существа также имеются свои потребности для поддержания ее в здоровом состоянии. Одна из них – выражать наши чувства, быть способными прощать, быть принятыми другими, чувствовать это принятие, принимать самих себя. И самый легкий способ установить связь с вашей эмоциональной частью – это взглянуть на себя изнутри. И хотя это может называться по-разному, физической части нужен отдых, умственной части нужна медитация, духовной части нужна молитва и эмоциональной части нужен взгляд изнутри – все это лишь различные грани погружения вглубь себя. Как бы вы это ни называли, погружением на уровень альфа, погружением на ваш уровень, достижением равновесия или медитации – все это требует от вас совершения определенных действий, набор которых одинаков. Закройте глаза, глубоко вздохните и погрузитесь внутрь себя. Это подобно тому, как в медитации происходит установление связи с духом, разумом, телом и эмоциями, и усиливается интуиция. Через медитацию мы способны поддерживать прекрасное здоровое состояние всех компонентов человеческого существа. Медитация становится теперь не роскошью, как когда-то считалось, а необходимостью для поддержания здоровья. Многие говорят, мне некогда медитировать, это слишком долго, совсем не обязательно. После курса обучения по методу Сильва вам больше не потребуется целый час, чтобы погрузиться внутрь себя и получить желаемое. Так было раньше, когда люди практиковали только пассивную медитацию. Они входили в медитативное состояние и погружались так глубоко, как могли, на уровень тета и оставались там столько, сколько могли, чтобы не заснуть. Это действительно заняло бы немало времени при сравнительно скромных результатах, что всегда отличало пассивную медитацию от динамической. При обучении по методу Сильва мы говорим, что для медитации достаточно даже пяти минут. Если у вас есть десять минут, то это еще лучше, а пятнадцать минут вообще отлично. Мы также подчеркиваем, что медитировать один раз в день хорошо, два раза в день еще лучше, а три раза в день отлично. Но если у вас есть проблемы со здоровьем, лучше всего заниматься медитацией три раза в день по пятнадцать минут. Как видите, вам не нужно заниматься многочасовыми медитациями. Конечно, если есть желание, никто вам этого не запрещает, но вы можете получить положительный результат, находясь на уровне альфа всего пять минут в день. Как только вы включите медитацию в свой распорядок дня, результаты не замедлят появиться. Цель медитации определяет, какие результаты вы получите. Хотите ли вы зарядиться энергией или использовать силу воображения и ускорить процесс исцеления своего заболевания. А может быть, вы всего-навсего хотите улучшить отметки в школе и добиться лучшей концентрации внимания. А может, вы хотите избавиться от боли и дискомфорта. С какой стороны не посмотри, медитация больше не роскошь. Она – необходимость. Давайте вернемся к четырем компонентам человеческого существа – телу, разуму, духу и эмоции. Мне кажется, все согласятся, что у нас есть умственная часть, у которой есть свои потребности для поддержания здоровья, которая отличается от нашей духовной части. И хотя у духовной части есть свои потребности для сохранения здоровья, они отличаются от потребностей эмоциональной части. Хотя все эти части невидимы, мы не можем видеть, слышать, ощутить запах, попробовать на вкус или на ощупь разум, дух или эмоции, но мы знаем, что они существуют. Значительно легче говорить о человеческом теле, потому что его можно видеть. Посмотрите в зеркало, в нем вы увидите себя. Но вот что интересно. Когда вы дойдете до сути себя как физического существа, то обнаружите, что ее нельзя ни потрогать, ни увидеть. Конечно, мы можем видеть тело. Да, можно вскрыть тело и увидеть органы, разделив их на части, увидеть ткани, через микроскопы видеть клетки, атомы и субатомные частицы. Но сама сущность или вещество, составляющее Вселенную, по-прежнему остается невидимым и неосязаемым. Это значит, что оно лежит в области духа. Получается, что не только сама суть ваша, как человеческого существа, духовно по своей природе, но и ваш разум тоже, и ваша духовная часть, и ваши эмоции. И так большая часть вас невидима, неосязаема, или другими словами, духовно. Неудивительно, что доктор Дайер говорит, вы – духовное существо, имеющее человеческий опыт, но не наоборот. И качество человеческого опыта полностью зависит от вас. Потрясающе, что, используя свои умственные способности в медитативном состоянии, мы можем получать информацию отовсюду. И все равно, где бы она ни находилась, мы наделены силой получить к ней доступ, извлечь ее и применить для решения задач. И, как говорил мой дорогой друг и один из моих лучших учителей, Гарри Макнайт, вы должны спросить себя, кто я? Если я могу перемещаться во времени назад и вперед, это способность быть бесконечным. Если я могу знать то, чего не узнаешь никаким другим образом, то это способность быть всесведущим. Если я могу извлечь эту информацию и применить ее для решения проблем, то это способность быть всесильным. Бесконечный, всесведущий, всесильный. Кто вы? Потому что, кем бы вы себя ни назвали, вы и высшая сила связаны между собой. Каждый из нас хоть раз имел духовный опыт или интуитивный опыт, потому что мы такие по сути. Мы духовны по своей природе. И нам важно быть способными легко и по желанию получать доступ к своей внутренней сущности. Мы должны уметь погружаться внутрь себя и устанавливать связь со своей духовной сущностью. Когда мы это делаем, то обнаруживаем, что мы теснее чувствуем связь со всем существующим на планете, с другими людьми, с другими обитателями, одушевленными и неодушевленными. У нас просто есть особая связь с ними. Мы связаны на том или ином уровне. У нас у всех есть субатомные частицы, у нас у всех есть атомы, у нас у всех есть молекулы. Когда мы говорим о чем-то неодушевленном или одушевленном, в нас присутствуют эти уровни существования. Поэтому на том или ином уровне каждый из нас гармонично связан со всем существующим на планете. Благодаря жизни на уровне клеток мы более тесно связаны с растениями по сравнению с неодушевленной природой. Это еще один уровень нашего общего существования. И еще теснее мы связаны с животными организмами, где клетки сливаются воедино, образуя ткани и органы, органы образуют системы, а системы образуют целиком человеческое тело. Чем сложнее структура существующего, тем теснее связь с ним. Это одна из причин, почему наша обязанность как духовных существ протянуть руку помощи всему существующему на нашей планете. Мы обладаем способностью думать и рассуждать, проявлять творчество и решать проблемы. Мы способны создавать лучший мир и жить в нем. Решение проблемных ситуаций одна из задач нашей жизни. И эта способность одна из самых привлекательных граней погружения в себя. Вы способны проявлять творчество, находить решение проблемам. Вы всегда способны находить решение для каждой существующей проблемы и не просто одно решение. Углубившись в себя, вы с удивлением обнаружите, что для каждой проблемы у вас найдется, или вы можете придумать, пять, шесть или семь решений. Просто выберите лучшее. Если сработает, замечательно. Если нет, пробуйте следующее. И еще следующее. И вы тем более не имеете права не находить решений, как только начнете использовать свой разум особым образом, погружаясь в глубину себя и получая доступ к своей духовной сущности, которая может перемещаться вперед и назад во времени и оказываться в любом месте нашей планеты, любой планеты Солнечной системы, любой Солнечной системы в галактике или любой галактике во Вселенной. Когда вы становитесь способны на это, вы не имеете права не находить решений своих проблем. Мне всегда нравилось говорить «либо решайте свои проблемы, либо хватит жаловаться». В том, что у нас возникает проблема, нет ничего ненормального. Проблемы лучше всего побуждают нас расти, учиться, добиваться успеха, потому что чем больше проблем мы решаем, тем больших успехов добиваемся. И вам не найти оправданий, если вам известно, что у вас есть доступ ко всей информации, а вы не живете жизнью, какую вы сами себе задумали, в которой вы решаете проблемы и которую вы совершенствуете, делая лучший мир, где живете вы, ваши любимые и все другие существа. Выполняя упражнения для стимуляции сознания, мой папа всегда вставлял в них одну фразу. В самом конце, перед выходом, он говорил «С учетом возраста вы примите все человечество, как отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Вы исключительный человек, вы обладаете большим пониманием, вы более милосердны и терпеливы». Это замечательная фраза. Из нее вытекает, что мы одна большая семья. Если бы мы видели друг друга в этом свете, мы с большей готовностью протягивали бы руку помощи, брались за решение проблем не только своих, но и чужих, и действительно превратили бы эту планету в рай. А когда я говорю «исключительный человек», я имею в виду вас, поднявшегося над собой бывшим, каким вы были недавно, до того, когда усвоили понятия и применили приемы, с которыми вы уже знакомы и с которыми вам еще предстоит познакомиться в процессе обучения по методу Сильва. Многие могут сказать «это все ерунда, современные новомодные штучки». Это не современные штучки. Они стары, как мир. И эти старые добрые истины завернуты в современные обертки. И именно потому, что они современно звучат в наши дни, они не устарели. Они известны давным-давно. Это, однако, не значит, что они устарели и стали бесполезны. В современном мире люди продолжают болеть, сталкиваться с проблемами, испытывать эмоциональные кризисы. Они не могут оплатить счета или похудеть. Каким бы современным человеком вы ни были, люди продолжают болеть и умирать, попадать в аварии, делать ошибочные выборы и принимать неверные решения. «Но у меня есть хорошие вести. Как только вы научитесь погружаться в себя, у вас появится доступ к творческой части вас самих, вашей интуиции, инстинктивному чувству, которые будут вести вас к правильным выборам и решениям. И с каждым новым опытом вы будете все увереннее распознавать чувства, связанные с совершением правильного выбора или верных решений. Это чувство мы называем отправной точкой. Именно на это чувство вы должны научиться опираться, находить его каждый раз, когда пытаетесь сделать очередной выбор или найти еще одно решение. Чтобы ваши решения были верными, вы должны восстановить в памяти случаи, когда вы думали, верили, вели себя так, что результат оказывался правильным. Весь пережитый вами опыт, внутренний опыт, полученный вами перед тем, как вы сделали правильный выбор или приняли правильное решение, может быть воссоздан воспоминанием последнего такого эпизода. И это прекрасный способ снова пережить успех. Короче говоря, мы всего лишь занимаемся стимуляцией и обучением ваших субъективных органов чувств. Мы учимся распознавать и проводить различия между тем, что мы ощущаем на подсознательном уровне и тем, что мы видим, слышим, пробуем на вкус, осязаем и обоняем сознательно. Этот процесс обучения очень напоминает, как мы росли в детстве. Если вы вспомните себя в детстве или ребенка, которого вы знаете, то обнаружите, что дети постоянно создают отправные точки относительно того, каковы предметы на ощупь, как они пахнут и выглядят. Им нужно проводить различия между тем, как выглядит пар и тем, как выглядит дым. Хотя эти объекты похожи, с течением времени дети узнают, что они сильно отличаются друг от друга и учатся распознавать эти отличия. И чем больше отправных точек вы создадите с тем, что видите, слышите, чувствуете на вкус, на ощупь, запах в окружающей нас среде, как на сознательном, так и на подсознательном уровне, тем глубже вы сможете погружаться в эту среду и затем возвращаться. Со временем мы получим подтверждение тому, что те, кто создал больше отправных точек, способны глубже погрузиться в любую среду и затем безопасно вернуться обратно. И тоже справедливо в отношении субъективных измерений и субъективных органов чувств или подсознания. Когда вы устанавливаете большое количество отправных точек в своем сознании с тем, что вы видите, слышите, чувствуете на вкус, ощупь и запах и стираете барьеры времени, пространства и измерения, вы становитесь способны переместиться куда угодно и принести обратно полученную информацию. А со временем вы приобретете навык различать и идентифицировать воспринимаемое и точно определять, как правильно интерпретировать эту информацию и применить ее для решения задач. Выполняя упражнения в процессе обучения по методу Сильва, вы должны научиться устанавливать различные отправные точки и по ним воссоздавать свой опыт в процессе медитации. Упражнения также помогут вам воспроизвести свои успехи в ситуациях реального жизненного опыта. Ваши отправные точки также позволят вам легко входить и выходить на уровень альфа. На самом деле, чтобы войти в медитативное состояние, вам не нужно даже закрывать глаза. Вам просто нужно вспомнить, каким был этот эпизод из вашего опыта и внутренне воссоздать то состояние ума, расфокусировав свое зрение, как бы погрузившись в мечты. Во время выполнения упражнения вы концентрируетесь на погружении внутри себя, на том, чувствуете ли вы тяжесть или легкость, не отвлекается ли ваше сознание от выполнения упражнения, какие ощущения присутствуют в ваших мышцах. Все, что вы испытываете при этом, является частью вашего личного опыта. И возможно, что рядом с вами сидит человек с абсолютно иными ощущениями. В этом нет ничего страшного. У других могут быть совсем иные их собственные ощущения, а у вас ваши собственные ощущения. Отправные точки каждого человека соответствуют его личному опыту. Я могу сказать, когда я вхожу в медитацию, у меня такая тяжесть, голова просто свешивается, и я чуть ли не теряю сознание. Я знаю, что я не сплю, но ощущения у меня именно такие. И это совершенно нормально. Другие же могут сказать, я почти плаваю в невесомости над стулом или кроватью, я весь погружен в это состояние, я слушаю каждое слово, и моя концентрация возрастает. Когда вы будете выполнять это упражнение, обращайте внимание на свои ощущения. Вам надо вспомнить ваши прежние ощущения, ваши отправные точки. И вы не только сможете управлять своим личным опытом, но и углублять его с каждым разом. В упражнениях, которые вы выполните в процессе обучения по методу Сильва, вы погружаетесь внутрь себя, используя метод обратного отсчета от трех до одного. Каждому числу соответствует своя конкретная функция. Например, число 3 используется для усиления физического расслабления. Когда я попрошу воспринять удобное положение, закрыть глаза и сделать глубокий вдох, а при выдохе мысленно представлять цифру 3 трижды, число 3 всегда будет использоваться для физического расслабления. После мысленного повторения и визуализации цифры 3 трижды я продолжу упражнение и проведу вас через расслабление каждой части тела. Это называется фрактальной релаксацией. Смысл ее заключается в том, что легче расслабить тело, расслабляя отдельные его части по очереди, чем все тело целиком. Начнем с области головы. Сначала я скажу. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях кожи головы под волосами. Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывания, тепло пульсирующие крови. Теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте дотянутые связки в этой части головы и приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже в течение этого упражнения. Видите, какое длинное предложение? И пока оно звучит, вы должны концентрироваться только на этой части головы. Вы можете очень отчетливо ощутить тепло пульсирующей крови. Сфокусируйте внимание на коже головы под волосами и затем отпустите все напряжение и давление, которое вы можете чувствовать. Очень помогает не забывать немного улыбнуться. Улыбка помогает расслабить мышцы лица и кожи головы. После концентрации внимания на коже головы под волосами спускаемся ниже, участок за участком. От кожи головы я перейду к лбу, затем к коже лица и щек, шеи и затем к плечам, предплечьем и кистем рук. Попутно концентрируйте внимание на одной или нескольких частях тела, на коже этой части тела и ощущениях в ней. Ощущайте одежду, соприкасающуюся с кожей на этом участке. Каждый раз, когда вы таким образом концентрируете свое внимание, вы не только расслабляете эту часть тела, но все больше и больше погружаетесь внутрь себя. Когда мы доберемся до грудной клетки и области живота, я попрошу вас сосредоточиться на грудной клетке или чуть позже на области живота. Когда вы это сделаете, представьте различные органы внутри вашего тела и представьте, что они работают в нормальном, здоровом, ритмичном режиме. Если у вас есть заболевание, тем более целесообразно мысленно представить себе больной орган, работающий в нормальном, здоровом, ритмичном режиме. Перейдем к ногам. Когда мы займемся ногами, особенно бедрами, я попрошу вас ощутить вибрацию в костях бедер. Эту вибрацию к тому моменту будет легко уловить. И затем переходим к коленям, икрам, ступням и далее до самых пальцев ног. Как только вы расслабите тело с головы до пальцев ног, мы начнем процесс снижения чувствительности в вашем теле. Другими словами, вы представите, что ваши ноги не принадлежат вашему телу. Через несколько мгновений я скажу. Ваши ноги, щиколотки, икры, колени, бедра, поясница, плечи, руки и кисти рук будто больше не принадлежат вашему телу. Вашей целью является сосредоточиться на внутреннем, а не на внешнем опыте. Если раньше вам не доводилось заниматься фрактальной релаксацией, вас ожидает приятный сюрприз. В этой части упражнения, связанной с глубоким физическим расслаблением и числом 3, продолжающиеся около 15 минут, вы испытаете глубокое физическое расслабление. Не забывайте расставлять свои метки, отправные точки по пути, чтобы суметь воспроизвести ту же глубину и то же физическое расслабление в последующих упражнениях, но за более короткий промежуток времени. Другими словами, с каждым разом вы будете достигать глубокого расслабления легче и быстрее. Затем вы еще раз глубоко вдохнете, а на выдохе мысленно назовете и представите цифру 2 три раза. Цифра 2 связана с расслаблением сознания. Расслабление сознания легко достичь, если представить себе мирную и спокойную сцену. В этом упражнении я скажу. Следующая картина может быть для вас безмятежной и пассивной. Чудесный летний день. Вы гуляете по лесу, ветер играет с листвой высоких развесистых деревьев и дивной красоты цветами, синего-присинего неба смотрят редкие белые облака, где-то щебечут птицы, на ветках прыгают белки, издалека доносится пение птиц. Услышьте пение птиц, доносящиеся издалека. Эта фраза очень интересна, и я хочу, чтобы вы не только окунулись в эту сцену, но и задействовали свои органы чувств. Представьте, что бы вы ощущали, идя в прекрасный летний день по лесу, почувствуйте температуру воздуха, запахи, ароматы, прислушайтесь, и вы действительно слышите пение птиц вдалеке. Задействуйте визуальный, слуховой, киноэстетический каналы приема информации для полноты переживаемого опыта. Здесь я скажу, это уровень 2 для расслабления сознания, где звуки не отвлекают вас. Помните об этом, и в будущем вы сможете использовать этот несложный алгоритм действий, где звуки не будут отвлекать вас, звуки помогут сконцентрироваться. Вашей целью является не просто спроецировать себя в этот пейзаж, но и испытать всю полноту чувств пребывания в мирном и спокойном окружении. Я дам вам время для пребывания в этом мирном и спокойном окружении. Позднее, в ходе выполнения упражнения вы будете проецировать себя в свое любимое место для расслабления. Вы уже делали это раньше. Я помолчу немного, около 30 секунд в реальном времени, а вы в полной мере насладитесь пребыванием в своем любимом месте для расслабления. Вас может удивить некоторое искажение времени. 30 секунд могут вам показаться как 30 секунд, но они могут вам показаться и часом. Я даже произнесу следующую фразу. Один час времени пройдет на этом уровне сознания. Всякий раз, когда я говорю об этом, я имею в виду, что вы можете расслабиться, погрузиться внутрь себя и получать удовольствие от переживаемого опыта. И ваша цель погрузиться так глубоко, насколько сможете. Моя работа заключается в том, чтобы вернуть вас и вывести из упражнения. После психического расслабления еще раз глубоко вдохните в третий раз и на выдохе мысленно называйте и представляйте цифру один три раза. Цифра один соответствует уровню один или базовому уровню. Это ваша точка отсчета. Отсюда вы можете продолжить погружаться глубже в сознание. Далее в процессе выполнения упражнений я помогу вам погрузиться еще глубже в сознание, ведя обратный отсчет от десяти до одного. По мере медленного продвижения от десяти до одного представляете, что вы спускаетесь в лифте с десятого на первый этаж. Вспомним уже пережитое раньше ощущение спуска погружение все глубже и глубже. Это поможет вам в процессе выполнения упражнения. Любой обратный отсчет хорошо работает. Если вы действительно хотите углубиться, можете считать в обратном порядке от ста до одного, от пяти десяти до одного или от двадцати пяти до одного. В этом упражнении мы сделаем простой обратный отсчет от десяти до одного. Я скажу десять, девять, почувствуйте, как вы погружаетесь глубже, восемь, семь, шесть, все глубже и глубже. Я буду произносить слово глубже снова и снова, потому что оно должно стать маркером, отправной точкой при вашем погружении. Каждый раз, когда вы слышите слово глубже, вы должны вызывать в сознании чувство углубления, может быть, ощущение тяжести или легкости, ощущение спуска, что угодно, что помогает углубиться в сознание. И мы собираемся превратить слово глубже в спусковой механизм, который будет задействован в техниках, которыми вам еще предстоит овладеть. Лучше всего выполнять углубляющие упражнения обратного отсчета утром, после пробуждения, потому что частота колебаний мозга в это время суток еще на уровне альфа. Также хорошо выполнять это упражнение вечером, перед отходом ко сну. На третьем месте обеденное время после еды, когда нас обычно клонит ко сну. После вхождения в медитацию по методике обратного отсчета от трех до одного, мы продолжим и займемся программированием сознания. В программировании включаются положительные утверждения, и вы услышите как известные вам, так и новые утверждения, которые будут добавлены. Они должны быть всегда позитивными, они всегда должны приносить вам пользу, в них содержится то, чего всем бы хотелось. Имейте в виду, что методика обратного отсчета от трех до одного спусковой механизм для быстрого вхождения в медитацию. Несмотря на то, что в первый раз простое расслабление тела на счет три, расслабление сознания на счет два, и последующие достижения базового уровня будут длиться достаточно долго, этот процесс сократится со временем. Вместо слов «сосредоточьте свое внимание на ощущениях кожи головы под волосами и так далее», я просто скажу «расслабьте кожу головы под волосами» или «расслабьте лоб», «расслабьте лицо». Процесс значительно сокращается, а в упражнениях на последующих этапах он становится еще короче. Все, что вам потребуется сделать, это глубокий вдох, а на выдохе мысленно назовите и представьте цифру «три», трижды, и ваше тело полностью расслабится. Вы еще раз глубоко вдохнете и мысленно назовете и представите цифру «два», три раза. Сделайте еще один глубокий вдох и мысленно назвав и представив цифру «один», три раза, окажетесь на базовом уровне. Процесс вхождения будет становиться короче и короче, но спусковые маркеры уже расставлены, три для физического расслабления, два для расслабления сознания и один для базового уровня, и вы быстро и легко будете входить в медитацию. Структура представляет ценность только потому, что позволяет вам четче контролировать накопление опыта и обогащать его. Для вхождения в медитацию вам не нужно использовать методику обратного отсчета от трех до одного, но у этих цифр есть значение. Вы можете, если захотите, просто закрыть глаза, глубоко вдохнуть, начать вспоминать те же отправные точки, которые использовались в упражнениях для глубокого расслабления и получить тот же результат. Спусковые механизмы и отправные точки – великолепные приемы для оттачивания медитативного опыта и получения наилучших результатов. Через несколько мгновений мы начнем упражнение для долгого расслабления. Во время выполнения упражнения полностью расслабьте сознание и наслаждайтесь всеми прелестями глубокого расслабления. В конце упражнения, когда вы откроете глаза, то можете обнаружить, что не помните некоторые его фрагменты. Это потому, что вы пересекли свой порог сознания. Это нормально. Чем дольше вы будете тренироваться, тем глубже сможете погружаться и тем большую осознанность сохранять при этом. Данное упражнение можно делать так часто, как захотите, но не реже одного раза в неделю. Оно идеально подходит для управления стрессом и ускорения процесса исцеления. Его продолжительность около 30 минут. Перед выполнением медитации рекомендуется ее прослушать хотя бы один раз. Это поможет вам ознакомиться с упражнением и получить наилучшие результаты. Фоновое аудиосопровождение используется для глубокого расслабления. Его создал мой отец еще в конце 60-х, начале 70-х годов. Он хотел найти звук, который поможет не только расслабить тело, но и замедлить частоты мозговых колебаний, которые успокоят сознание. И все это присутствует в звуковом сопровождении, которое вы услышите во время выполнения упражнения. Это сочетание механического и электронного звука. Подбирая различные комбинации и различные типы звука, он привлек к прослушиванию около ста человек. Выяснилось, что именно такое звуковое сопровождение помогает телу расслабиться наилучшим образом и замедлить частоты мозговых колебаний до альфа и тета. Музыка также может помочь, но чтобы подходить для медитации, она должна иметь соответствующий ритм. Просто воспринимайте звук как фон, не прислушиваясь, и позвольте ему углубить ваше внутреннее состояние. Надеюсь, что вы получите удовольствие. начнём упражнение с обратного отсчёта от трёх до одного. Примите удобное положение, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру три три раза. Уровень три для физического расслабления. Находясь на нём, вы можете научиться расслабляться с головы до кончиков пальцев ног считанные секунды. Чтобы помочь вам научиться расслабляться физически на третьем уровне, я направлю ваше внимание к отдельным частям тела. Сосредоточьте своё внимание на ощущениях кожи головы под волосами. почувствуйте еле заметные вибрации, покалывания, тепло пульсирующей крови. Теперь отпустите всё напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части головы и приведите её в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться всё глубже и глубже в течение этого упражнения. Сосредоточьте своё внимание на ощущениях кожи лба. Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывания, тепло пульсирующей крови. Теперь отпустите всё напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части головы и приведите её в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться всё глубже и глубже в течение этого упражнения. сомнений. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях век и тканей вокруг глаз. ночей сомнений. Сомпонент покалывания. Сомнений. Сомнений. Теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части головы и приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже в течение этого упражнения. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях кожи лица и щек. Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывание, тепло пульсирующей крови. Теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части головы и приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже в течение этого упражнения. Сосредоточьтесь на ощущениях в шее и коже, покрывающей вашу шею. Почувствуйте еле заметные вибрации, покалывание, тепло пульсирующей крови. Теперь отпустите все напряжение и полностью расслабьте натянутые связки в этой части тела и приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже в течение этого упражнения. Сосредоточьтесь на ощущениях внутри горла. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки в этой части тела и приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Сосредоточьтесь на плечах. Почувствуйте, как одежда соприкасается с вашим телом. Почувствуйте кожу этой части тела и ее вибрации. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки и приведите свои плечи в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Сосредоточьтесь на грудной клетке. Почувствуйте, как одежда соприкасается с вашим телом. Почувствуйте кожу своей груди и ее вибрацию. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки. И приведите свою грудную клетку в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Сосредоточьтесь на ощущениях внутри грудной клетки. Расслабьте все органы. Расслабьте все железы. Расслабьте все ткани и каждую свою клеточку. Дайте им команду работать слаженно и здорово. Сосредоточьтесь на животе. Почувствуйте, как одежда соприкасается с этой частью вашего тела. Почувствуйте кожу на животе и ее вибрацию. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки. И приведите свой живот в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Сосредоточьтесь на ощущениях внутри живота. Расслабьте все органы. Расслабьте все железы. Расслабьте все ткани и каждую свою клеточку. Расслабьте все железы. Дайте им команду работать слаженно и здорово. Расслабьте все железы. Расслабьте все железы. Расслабьте все железы. Сосредоточьтесь на бедрах. Почувствуйте, как одежда соприкасается с этой частью вашего тела. Почувствуйте кожу своих бедер и ее вибрацию. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки и приведите свои бедра в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Почувствуйте вибрацию костей внутри своих бедер. Сейчас вы уже легко можете почувствовать эту вибрацию. Сосредоточьтесь на коленях. Почувствуйте кожу своих коленей и ее вибрацию. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки и приведите свои колени в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и с каждым разом. Сосредоточьтесь на икрах. Почувствуйте кожу на икрах и ее вибрации. Полностью отпустите напряжение и расслабьте натянутые связки и приведите свои икры в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже с каждым разом. Чтобы погрузиться на более глубокий и здоровый уровень сознания, сосредоточьтесь на пальцах ног. Сосредоточьтесь на ступнях. погрузитесь на более глубокий и здоровый уровень сознания. погрузитесь на более глубокий и здоровый уровень сознания. погрузитесь на более глубокий и здоровый уровень сознания. погрузитесь на более глубокий и здоровый уровень Теперь представьте, что ваши ноги больше не принадлежат вашему телу. погрузите, что ваши ноги больше не принадлежат вашему телу. погрузите, что ваши ноги больше не принадлежат вашему телу. погрузите, что ваши ноги больше не принадлежат глаза, плечи, руки и кисти рук, будто больше не принадлежат вашему телу. погрузитесь на более глубокий и здоровый уровень сознания, глубже, чем до этого. это ваше физическое расслабление на уровне 3. Всякий раз, когда вы мысленно произнесете или представите себе цифру 3, ваше тело полностью расслабится, как сейчас, и даже больше по мере практики. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе назовите и представьте цифру 2 3 раза. Уровень 2 предназначен для психического расслабления. И на этом уровне звуки не будут вас отвлекать. Вместо этого звуки помогут вам еще больше психически расслабиться. Чтобы помочь вам расслабиться психически на втором уровне, я хочу представить вашему вниманию несколько пассивных образов. Представьте любую картину, которая успокаивает и отвлекает вас, и это поможет вам расслабиться психически. на пляже. Например, безмятежной и пассивной картиной для созерцания может быть для вас приятный солнечный день на пляже. или день, проведенный на свежем воздухе за рыбной ловли может быть безмятежной и пассивной картиной для вас. Или следующая картина может быть для вас пассивной и безмятежной. «Чудесный летний день. Вы гуляете по лесу. Ветер играет с листвой высоких развесистых деревьев и дивной красоты цветами. Синего-присинего неба смотрят редкие белые облака. Где-то щебечат птицы. На ветках прыгают белки. Издалека доносится пение птиц. Услышьте пение птиц, доносящиеся издалека. Вы чувствуете психическое расслабление сознания на уровне 2, когда звуки уже не отвлекают вас. Чтобы расслабиться психически еще больше, продолжайте представлять себе безмятежные и пассивные образы. для перехода на первый базовый уровень мысленно назовите и представьте цифру 1 3 раза. Теперь вы на первом уровне. Это основной уровень, который вы осваиваете ради цели, любой цели, достижения которой вы желаете. Для того чтобы проникнуть на более глубокий и здоровый уровень сознания, делайте упражнение обратного отсчета. Чтобы проникнуть глубже, считайте от 25 до 1, от 50 до 1 или от 100 до 1. Когда вы дойдете до 1, то погрузитесь еще глубже в сознание, глубже, чем до этого, и проникнете на более здоровый уровень сознания. Вы всегда полностью и самостоятельно будете контролировать свои способности и чувства на всех уровнях сознания, включая внешний осмысленный уровень. Лучшее время для углубляющих упражнений обратного отсчета – это утро после пробуждения. Задержитесь с постели хотя бы на 5 минут и займитесь углубляющим обратным отсчетом. Также хорошо выполнять это упражнение вечером, перед отходом ко сну. На третьем месте – обеденное время после еды. 5 минут занятий – хорошо. 10 минут занятий – очень хорошо. 15 минут – прекрасно. Упражняться раз в день – хорошо. Дважды в день – очень хорошо. Трижды в день – прекрасно. Если у вас проблемы со здоровьем, занимайтесь 3 раза в день по 15 минут. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от 10. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. 10. 10. Почувствуйте, что проникаете глубже. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. уровне сознания глубже, чем до этого. Чтобы еще глубже погрузиться в сознание и здоровье, просто расслабьте веки. Расслабьте свои веки. Почувствуйте, насколько они расслаблены. Разрешите этому чувству расслабления медленно разлиться по вашему телу, ниже, до самых кончиков носков. Это чувство полного расслабления восхитительно. Это очень здоровое состояние. Чтобы помочь вам проникнуть на более глубокий и здоровый уровень сознания, я сосчитаю от одного до трех и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы мысленно представите себя в вашем идеальном месте для расслабления. Затем я замолчу, и когда вы услышите мой голос снова, один час времени пройдет на этом уровне сознания. Мой голос не потревожит вас. Вы сделаете глубокий вдох, расслабитесь и погрузитесь еще глубже. Один, два, три. Мысленно перенеситесь в свое идеальное место для расслабления, пока не услышите мой голос снова. Расслабьтесь. 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 Продолжение следует... Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь. Когда я говорю вам «расслабьтесь», все ненужные движения и действия вашего тела, мозга и сознания сразу же прекратятся. Вы полностью расслабитесь физически и психически. Мышление гения отличается от мышления обыкновенного человека тем, что гении используют больше возможностей своего разума и делают это особым образом. Сейчас вы учитесь задействовать больше возможностей своего разума и делать это особым образом. Вот некоторые полезные утверждения, которые можно повторять на таких уровнях сознания. Мысленно повторяйте за мной. Возможности моего разума расширяются для служения благу человечества. Каждый день и во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше и лучше. Позитивные мысли приносят мне благо и пользу, которых я желаю. Я полностью контролирую свои способности по восприятию на этом уровне сознания, а также на всех других уровнях сознания, включая внешний осмысленный уровень. Я всегда буду поддерживать идеальное здоровье своего тела и сознания. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, вы извлекаете пользу как физическую, так и психическую. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь своим любимым физически и психически. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь любому человеку, который нуждается в помощи физически и психически. Вы будете использовать эти уровни сознания только конструктивно и творчески, с добрыми, честными, чистыми, непорочными и позитивными намерениями. И это действительно так. Вы и дальше будете стремиться участвовать в конструктивных и творческих делах, чтобы улучшить мир, в котором мы живем, чтобы оставить после себя лучший мир для будущих поколений. С учетом возраста, вы примите все человечества, как отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Вы исключительный человек. Вы обладаете большим пониманием. Вы более милосердны и терпеливы. Через мгновение я сосчитаю от одного до пяти и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы откроете глаза. Будете чувствовать себя бодро и хорошо. Здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Один. Два. Сейчас медленно выходим. Три. На счет пять вы откроете глаза. Будете чувствовать себя хорошо и бодро. Здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Вы будете чувствовать себя так, как после здорового, восстанавливающего, освежающего, расслабляющего сна. Четыре. Пять. Глаза открыты. Вы чувствуете себя хорошо и бодро. Здоровье отличное, самочувствие лучше, чем прежде. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...